Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою обширную серию из различных народных и нетрадиционных рецептов помощи диабетикам. А также для лиц, кто только начал путь диабетика, в этом состоянии возможно и полное излечение. Теперь уже на постоянной основе нужно работать с различными рецептами народной медицины, чередуя их друг с другом. Постоянно мерить количество сахара в крови, смотреть какие рецепты вам более помогают, После каких рецептов вы чувствуете себя намного лучше, после каких рецептов уровень сахара у вас так резко не поднимается. И с этим набором уже рецептов, курсами потом уже на постоянной основе работать. Два-три курса прошли с двумя-тремя рецептами, переходим на следующие рецепты совсем с другими ингредиентами. И так на постоянной основе. Ссылочка на этот уникальный плейлист, где уже собраны более 20 различных народных рецептов при диабете и для лечения диабета, появится в конце этого видео. Обязательно перейдите по этой ссылке, там есть такой плюсик, сохранить, нажимаете на него, Весь плейлист уже сохранится у вас на канале. Не нужно постоянно искать эти рецепты. И не спеша пересматривайте их. Так как если ничего не делать, сидеть только на лекарствах, диабет будет усиливаться. Существуют различные продукты, стимулирующие очищение крови от сахара и налаживание правильной работы всего организма. И одним из таких продуктов служит фасоль. Разные виды фасоли. Если вы не достали такие сорта, ничего страшного. Самое главное – постоянство. Возьмите себе за правило употреблять фасоль, а также применять дополнительно различные рецепты из фасоли. И сегодня я об одном из них расскажу. Кстати, есть еще одно правило, я забыл о нем. Поэтому консервированная фасоль в любом виде не подойдет. Сегодня первый рецепт с фасоли и он очень простой. Первое. Покупаем качественную белую фасоль. Первые 10 дней начинаем с 5 фасолин. Потом постепенно можно прибавить еще несколько. Доводим до 10 фасолин. И достаточно. Данный рецепт с одним сортом фасоли необходимо использовать ровно 3 месяца. Утром один раз натощак. Что необходимо делать? С вечера берем необходимое количество фасоли, о котором я только что сказал, от 5 до 10. Помещаем в какую-то небольшую глубокую посудку и заливаем качественной фильтрованной водой, теплой. Чтобы вода хорошо покрыла наше количество фасоли. Прикрываем чем-то, например, блюдет и оставляем на столе. Что делаем утром? Утром сливаем эту воду, дальше берем эти фасолины и начинаем легенько прожевывать, не спеша. Хорошо их пережевывая, чтобы образовалась такая кашица и тогда не спеша ее глотаем. После того, как вы фасоли разжевали и проглотили, не кушаем, не пьем 45 минут. Потом легенько можно позавтракать. И так не забываем каждое утро. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!